Сегодня мы пригласили представителей строительных компаний города Одессы, таких активных участников этого рынка, для того, чтобы проговорить вопросы в несколько направлений. Основными из них было строительство социально значимых объектов в городе, детские сады, центры первичной медико-санитарной помощи, детские площадки, дороги, тротуары, вся инфраструктура, которая должна быть в жилых таких кварталах, вновь появившейся в Одессе. Много мы обсуждали ситуацию на Гагаринском плаце, обсуждали другие строительные площадки. По нашему обсуждению мы готовимся буквально на следующей неделе обсудить полученные нам задачи и те варианты, предложенные самими участниками этого рынка, для снятия напряженности в Одессе. Чтобы не было у нас вот той цепной реакции, когда один построил, а второй хочет строить. Почему кому-то можно, кому-то нельзя? Я считаю, что пока у нас нет законодательной базы совершенной для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, в том числе и прекращать останавливаться строительство. Там, где мы видим недобросовестное отношение или отклонение от проекта. В этом вопросе я надеюсь на взаимопонимание и участников данного сектора. Когда правила для всех будут действовать для всех, а не для отдельных участников. Или те, кто считает себя крупными застройщиками, могут строить где хотят, как хотят и что хотят. Поэтому вот такой еще один момент или элемент нашего взаимоотношения и возможности влиять на сложившуюся ситуацию. Мы проанализируем сегодня, кто пришел, кто был сегодня на совещании, а в основном это были все активные застройщики, за малым исключением. Мы проанализируем, касаемо тех, кто сегодня хотел бы или ведет, или имеет участки на побережье. Проанализируем их отношения к нам и, соответственно, это будет адекватно. Также коснулись вопроса строительства пожарных депо. Также на следующем совещании, которое мы проведем на следующей неделе, мы планируем получить ответы уже по трем депо, которые должны появиться в Одессе пожарных. Оно уже будет проходить совместно с представителями подразделения ДСНС в Одесской области. И третье направление это парковки. Сегодня мы имеем уже возможность, наконец-то, с недавних пор, возможность активно влиять. То есть нам разрешили штрафовать, нам разрешили эвакуировать машины неправильно припаркованные. Но прежде чем этим заниматься активно, хотя мы уже и не занимаемся, мы должны предоставить людям возможность, где все-таки парковаться. Поэтому еще одно задание, которое сегодня я попросил отработать нашей строительной компании, это строительство ими многоуровневых парковок в таких густозастроенных районах наших. Мы решили о том, что если земля, которая будет находиться внутри этих районов, будет городская, ну я имею в виду, не будет отведена или в какой-то собственность уже у кого-то, тогда мы сразу оперативно отреагируем и отведем под строительство многоуровневых паркингов, которые будут строиться, как мы уже предполагаемся, за счет застройщиков. То есть недостающие места паркоместа мы компенсируем строительством уже в жилых комплексах. Здесь есть объективные причины, почему этого раньше не происходило. Хотя мы уже давно ввели эти разговоры о том, чтобы строить дома с паркингами. И наш анализ показывает, что люди только сейчас уже, после того, как у нас появились возможности реагировать, штрафовать машины или неправильно припаркованные, люди стали опускаться в парки. Ранее картина была такая, стоит комплекс жилой на полупустой паркинг, но все машины стоят на детских улицах. Не имея такие возможности, возможности активно влиять на это, вот такая ситуация была. Будут возможности у нас, мы будем активно влиять на это, но в то же время, как я уже сказал, должны быть созданы условия. И мэр поднял действительно очень актуальные вопросы. Вопрос сегодня строительства новых детских садиков, новых детских школ, паркингов, развязок дорожных и дорожных подъездок к жилым комплексам. Абсолютно правильно. Потому что не могут сегодня в городе строиться жилые комплексы домов, но при этом не предусмотрены детские садики. В городе сегодня действительно дефицит детских садиков. И если мы строители сегодня ведем проектные работы, а в дальнейшем и строительство, мы обязаны сегодня обеспечить детскими садами этот город. Бесспорно, что сегодня этот вопрос города и строителей. Мэр обратился к строителям и пояснил следующую ситуацию. Как будет работать мэрия? Мэрия будет работать абсолютно открыто, доходчиво и абсолютно доступно. Что имеется в виду? Поданные документы те или другие от строителя, согласование, землеотводы, получение документации в архитектуре, они будут согласны законодательной основе, будут выдаваться и решаться эти вопросы. Но взамен на это мы, строители, должны сегодня обратить внимание на проблемы этого города. В процессе беседы мэр обратился к строителям о помощи по реконструкции зоопарка города Одессы. Я считаю, как строитель, что это абсолютно норма. Абсолютно норма. Мы, строители, сегодня в этом городе строим, мы занимаемся бизнесом, мы занимаемся городом. Никто никогда не отменял меценатство в городе, в котором мы живем. Это нормально. Мэр представил вице-мэра Подгайнова Сергея Георгиевича. И в ближайшее время будет еще встреча с замаром по строительству Сергеем Георгиевичем по вопросам, проблемным вопросам строительства в нашем городе, где будет каждый вопрос рассматриваться и в ближайшее время он будет решаться. Это конструктивно, это действительно нормально. Это очень долго ожидали строители. И я думаю, что это реализативно будет для города и для наших людей. Это нормально. В бизнесе это нормально. Все мы друг друга знаем, знаем обстановку в городе. Поэтому несколько задач, вопросов, которые бы сегодня хотелось бы с вами обсудить. Первое. В связи с тем, что вы видите, как поднят ажиотаж такой в городе по поводу застройки, по поводу запрета, моратория, прибрежная, центральная часть города. Ну и не только этого касается вопроса. Ситуация, которая возникла на Глушко-17 и других объектах строительных. Чистое, откровенное, незаконное строительство, где просто сейчас адреса эти, вы знаете, где просто организовали в частном секторе котлован, завезли туда. Это все не может нравиться нам и людям в том числе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...